добрый день еще раз дорогие друзья сегодня у нас уже пятая встреча из цикла люди и звезды и сегодня у нас знак лев и как обычно уже я вначале оглашу краткий план беседы 1 минут 20 будет представлен список 70 основных даров льва это позволяет составить общее представление о знаке но недостаточно для осознания его сути затем последуют наглядные примеры знакомие с ними желательно помнить что как не важно привлечение истории для данного исследования темпорологические наблюдения очень отличаются от изложения простых исторических фактов тем что они фокусируются не на отдельных биографиях какими бы удивительными и интересными они бы не были а на общности временных условий которые позволяют им осуществиться но из примеров которые будет наполеон его чаяние окружение соратники и противники шапте цви и саботианство вунд и зарождение науки психология народов миф духовных учителей от юнга и блаватской до изобельхики волны энергии в науке искусстве и музыки затем будет характер судьбоносных событий произошедших под знаком льва от войны за испанское наследство до рождения двух ядерных держав индии пакистана и параллельно с ними магатэ ну и по всему ходу лекции мы будем также заниматься гармонизации отношений с представителями льва с другими знаками и так лев это пятый знак зодиака ключевые слова которого я хочу он относится к стихии огня и отшельничеству и интроверности интровертности рака здесь противопоставляется лидерство тяга к славе к подвигам во имя целого народа своего народа империи страны и так далее так как это стихия огня то речь идет именно о движущей силе об энергии о мотивах о мотивации ну а выражения которые ярко иллюстрируют вот это желание я хочу девиз я хочу мы получаем например от бернарда шоу который был лауреатом нобелевской премии и одновременно оскара который говорил просто ведь я только всего и хочу чтобы все всегда было по моему так много мы можем узнать это еще и у петрарки который едва ли не самый ранний представитель льва с подтвержденной датой рождения что он действительно родился во льве раз человек желает избавиться от своего жалкого состояния желает искренне и вполне такое желание не может быть безуспешным здесь появляется желание как особая ось нашего мировосприятия и мировоззрения и отношения очень ярко это проступает в книге курсив мой автобиографии поэта и мемуаристки нины берберовой она пишет очень просто я свободно жить где хочу как хочу читать что хочу думать обо всем о чем хочу так как я хочу и слушать кого хочу я могу знать все что хочу знать я могу забыть все что мне не нужно я живу в полной свободе делать свой выбор любить то и тех кого мне хочется и тут уже точно появляется самый главный дар льва свобода выбора ну и второе что важно это подчиняться это чему тут вопрос чего хотят другие люди но берберова пишет нам как она хотела бы нас научить жить сегодня все люди которые того хотят могут научиться жить по вертикали со спокойной совестью для этого необходимо всего лишь три условия хотеть читать хотеть думать и хотеть знать вот совсем немного второй этап который уровень который проявляется здесь связан со стихией огня безусловно как я уже сказала прежде всего энергия движущие силы как это воспринимают в своей личной жизни берберова энергия мое вечное упоение моей заповедью была истина что материя и есть энергия заряд энергии которые есть во мне и которые я ощущаю как волну тепла проходящую по мне когда я говорю слово я не может быть отъединен от всей энергии или суммы энергии мира в скале звезде другом человеке она часть целого и я часть вселенной мы помним что когда в прошлый раз говорили про курилова у которого было семь планет в шесть планет в воде в раке то он говорил что он часть океана также говорил и лебнец рожденный в воде в раке что он часть океана который есть бог здесь же человек который не занимался физикой филолог писатель поэт не на берберова видит себя частью энергии вселенной энергетического заряда и бывают минуты когда эту часть вселенной я ощущаю больше целого я знаю что мне фактом моего рождения был дан этот электрический заряд колоссальный заряд громадной силы и что такое ли берберовой цивилизация вы думаете что это развитие наших знаний разума или нашего благосостояния нет цивилизация это тепло пишет берберова еще один момент который очень важно понять при переходе к сегодняшнему знаку зодиака это пятый знак зодиака первые четыре все что мы рассматривали овен телец близнецы и рак как бы давали мировоззрение на уровне личности я есть я имею я мыслю я чувствую принципе это все интровертные характеристики личности не так переходит когда второй раз появляется стихия огня это уже другой уровень огня при котором поднимается наше мировосприятие на уровень плана колена народа потому что активное хотение моё каким-то образом меня может ввести в потребность гармонизировать моё хотение с хотениями других людей я уже не сама живу я должна понять в народе что моё я хочу может наткнуться на стенку того что кто-то другой чего-то иначе или мир хочет иначе и я прошу прощения здесь есть кто-то кто не выключил микрофон и это очень мешает итак мы сейчас переходим к этой второй группе которые относятся к роду и клану и только в стрельце мы поднимемся на третью группу когда третий раз повторится стихия огня это будет стрелец и тогда уже поднимется все мировоззрение и мировосприятие на уровень универсальный пока мы на уровне народа и проиллюстрировать это можно тем как мы брали свое время путеводителей в знаке зодиака когда я говорила про телец который относился вот этой первой степени личности то мы брали бурата а куджаву я дворянин с арбатского двора своим двором веденные во дворянство так писал булата куджава родившийся в тельце сегодня мы возьмем другого человека родившегося в айва льве василий лебедев кумач он уже думает какими масштабами широка страна моя родная много в ней лесов полей и рек двора здесь уже мало но прежде чем мы обозначим 70 свойств которые я приведу льва как обычно я расскажу какими методами мы получаем эти свойства и в общем-то статистику тех данных которые приведены в этой нашей встрече во первых девизом как всегда остается подход из книги сэфер азор который говорит за клальши царих это прад в прадши царих это клаль то есть есть общее которое нуждается частным и вот частное которое нуждается в общем и здесь это будет особенно сильно видно во взаимоотношениях между индивидуальными свойствами человека и потребностями и свойствами целого народа ну а здесь мы это будем делать именно по отношению к знака зодиака как люди рожденные во льве вписываются в свойства самого знака и как знак помогает нам понять их личные свойства основное положение свойства знака проявляются в свойствах людей рожденных в дни когда солнце наблюдаются в этом знаке и событий происходящих под этим знакам при этом чем больше планет наблюдаются в тот день в том же знаке тем ярче проявляются свойства данного знака и наоборот чем больше планет появляются других знаках тем они могут больше помогать нам модерировать свои основные свойства обогащать их свойствами других знаков с 1300 по 1900 год за 700 лет которые являются основой для всех изучения знаков которые я привожу здесь было всего лишь два дня семью планетами во льве максимально в принципе может быть восемь планет но последнее время последние тысячи лет мы такого не наблюдали так вот за 700 лет было всего лишь два семью планетами во льве и википедии нет ни одного имени рожденных в эти дни за те же 700 лет было 60 дней когда 6 планет включая солнце наблюдались во льве им соответствует 32 биографические справки рожденных в такие дни чтобы просто иметь какое-то сравнение с тем что мы делали раньше это в пять раз меньше чем рожденных шестью планетами вовни в 11 раз меньше чем в тельце в два раза меньше чем близнецах но в три раза с половиной больше чем в раке может быть мы здесь уже видим что доминирование тельца в 11 раз больше чем во льве и говорит во многом что подход материалистический нам ближе в последнее время чем подход идеалистический стихии огня более того это подтверждается с тем что с 1765 по 1947 годы на протяжении 182 лет не было ни одного дня шестью планетами во льве и только в 1947 году появилось два дня шестью планетами во льве это было два судьбоносных дня которых появилась на свет сразу две страны кстати ныне враждующих индии и пакистана ставший затем ядерными державами историки отмечают великие силы действовали той ночью и все присутствующие ощущали их мощь и трепетали при знакомстве жизни деятельностью и творчеством людей шестью во льве видно как с одной стороны у них наиболее интенсивно проявились традиционные черты приписываемые созвездию льва с другой стороны окружающим их истории зачастую выглядит мифом небылицей и даже гротеском они как-то не вписываются в то понимание которое нам сегодня кажется так называемой нормой говоря словами писателя американского Даниэля Стилла который как раз родился в ночь создания Индии и Патистана он считает что если вы можете увидеть магию в сказке значит вы можете с уверенностью смотреть в будущее а если нет то не получается осознание свой самого знака усиливается при рассмотрении 287 биографических справок людей с пятью планетами включая во льве выявленных в википедии и рожденных до 1900 года для справки это в пять с половиной раз меньше чем в близнецах в семь раз меньше чем в тельце в три раза меньше чем в омне и лишь на 20 процентов превышает число рожденных с пятью планетами в раке то есть как бы их влияние на нас сегодня в общем то значительно меньше чувствуется чем влияние тельца или оно более интенсивное что мы увидим далее полученный обобщенный портрет людей с пятью шестью во льве совпадает с описанием стихии огня полученным ранее в картографии эмоций экспериментальным способом а также соответствует характеристикам льва ранее описанным в селестиальных близнецах и так еще раз обратимся к петрарке который написал письмо к потомкам именно к нам с вами суждение обо мне людей будут многоразличны ибо почти каждый говорит так как внушает ему не истина а прихоть и нет меры ни хвали ни хули будем это иметь в виду что хотение как основная ось огня является данном случае независимой осью координат нашего мировосприятия и мы видим это еще сильнее урея брэдбери одного из основоположников современного жанра и фэнтези и научной фантастики его замечательной автобиографической книги вино из одуванчиков я хочу почувствовать все что только можно и вот там его один из героев строит машину счастья но она сгорает до тла от интенсивности желаний ее изобретателя подтверждается вот такое хотение и его важность нашей роли одним из замечательных философов нашего времени карл поппер который считал никакой разумный довод не может оказать разумное влияние на человека который не желает разумно относиться к этому доводу мы будем сталкиваться с этим все время на этой лекции у меня есть предупреждение люди не знаки зодиака и непослушные рабы светил служащик лишь ориентирами в этом мире каждому дано познавать свойства всех знаков зодиака чтобы направить их на благо собственной жизни и во благо всех живущих на земле нарушение меры и своей временности при их применении могут превращать любой из этих свойств из позитивных негативные и наоборот знание меры и своей временности приводит к тому что каждое свойство пойдет во благо жизни на земле начинаем с нашего гида сегодняшнего василий лебедев кумач считается одним из создателей жанра массовой песни и ставший неотъемлемой частью культуры всего советского народа и по сей день ну само за себя говорит к тому же он на выражении часа феникса а все поэти которые тогда рождались они оказывали огромное влияние на окружающих мы сравним с сравним сейчас это с анной ахматовой которая вся была как представительница рака интроверной психологической душевной а что мы видим у лебедева кумача сердце в груди бьется как птица и хочешь знать что ждет впереди и хочется счастья добиться спойном ветер про славу и смелость про ученых героев бойцов чтоб сердце загорелось чтоб каждому хотелось догнать и перегнать отцов видите сколько здесь огня и сколько здесь желания и энергии когда страна быть прикажет героем у нас героем становится любой ну и понимаете вот это желание все познать она входит даже на то что надо распространяется на наше время сна потому что во сне ты тоже хочешь стать обладателем вот этого контроля над своими желаниями достигать и поэтому одна из самых любимых скажем так колыбельных нашего времени была колыбельная василия лебедева кумача из фильма цирк кинокомедии сон приходит на порог крепко-крепко спит и сто путей сто дорог для тебя открыты во сне будешь смеяться обо всем кто-то мне скажет наверное ну зачем ты берешь весь лебедева кумача он не такой великий поэт многие так подумают я вам скажу в принципе я могла бы взять других поэтов рожденных во льве например французского поэта поэта беранже или из одного из величайших поэтов испании антонио мачадо который является героем селестиальных близнецов ибо он родился в один день с юнгом и они вдвоем создали вообще всю скажем так философию исследования снов и сновидений но мы видим что это не так бы изменило просто был бы перевод на русский язык и потерялась бы немножко вот оттенок аттентности аутентичности русского языка ну посмотрим что писал беранже язык язык он душа народов в нем читаются их судьбы песня это социальный барабан которым открывается маш и под бой которого идут в ногу ну и все шли мы прекрасно под бой широка страна моя родная ну а по поводу снова он добавлял господа если правде святой мир дороги найти не умеет честь безумцу который навеет человечеству сон золотой а мачадо очень красиво отразил то что пытался сделать лебедев кумач показать жизнь советского народа замечательной даже если может быть она таковой тогда и не было что писал мачадо держите глаза широко открытыми дабы видеть мир таким как он есть и откройте их еще шире дабы видеть мир иным чем он есть и еще шире дабы увидеть мир лучшим чем он есть вот это желание увидеть было очень сильное мы сейчас пробежимся по 70 приблизительным таким вот характеристикам льва постоянно сопровождая словами лебедева кумача что мечталось и хотелось то сбывается желание воля жажда чаяния непобедимость неугомонность нетерпеливость решимость дерзновенность и устремленность молодым везде у нас дорога старикам везде у нас почет не любовь не что-нибудь не скажем благодарность а именно почет гордость слава престижность почет величавость ценовидность эффектность импозантность представительность славолюбие и честолюбие в социуме ты хочешь получить от социума то чтобы тебя признали лидером мы сдвигаем и горы и реки время сказок пришло наяву мифотворчество мифологизация иносказание аллегоричность символичность сновидение дрема сатиричность драматизация пафос во сне смеется маленькая дочь хороший сон веселый сон я снится прямо к солнцу наша смелость пробивает ведь солнце является правителем знака зодиака лев поэтому блистательность солнечность сиятельства ваше сиятельство мы обращаемся к таким людям жгучесть сверкание ослепительность самоотверженность зажигательность интенсивность и запал капитан капитан улыбнитесь ведь улыбка это флаг корабля ты капитан ты должен дать пример лидерство аристократизм властность внушительность предводительство царственность начальственность венценосность популярность презентабельность ну а если не идет по нашему если стенка на стенку пусть ярость благородная вскипает как волна темпераментность спыльчивость кипучесть негодование спонтанность ярость гнев воинственность мятежность и бойцовский дух бодрый весел настоящий чемпион всегда готов будь готова дать все силы делу славному отцом послужить отчизне милый будь готов всегда готов бодрость активность амбициозность соперничество мажорность парадность торжественность пышность эффективность и готовность ну а в конце концов я же самый лучший соревнованиях я победил и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить харизматичность очарование обворожительность привлекательность чудодейственность магия гипноз фееричность неотразимость и пленительность все это хорошо пока это в мир но что происходит когда мера переходит и кто знает когда переходит она и может другим людям кажется что мера уже перейдена когда в понятиях людей с пятью и шестью во льве она еще не дошла до планки это всегда вопрос проблематичный лидерство превращается в диктат что нам пишет тарана объясняет что такое быть лидером на первой странице сказано что и звезды и солнце и луна они для нас машаль они будут править нас каким образом давая собственный пример это проходит через всю тару и тонах красной линии правителем быть это дать пример на иврите это то же самое лимшоль и делать дать машаль а если ты навязываешь кому-то то ты лишаешь других людей свободы выбора и это именно то что запрещает давать лев и так желание может перейти в прихоть воля в самоволе решительность тиранию более изъявление в произвол непреклонность в деспотичность спонтанность опрометчивость аллегоричность слабоумие что он там себе на на занял своих снах слава видится тщеславием пышность становится фарсом торжественность помпезностью величие бахвальство праздник парадность шутовством гипноз порабощением другого человека а экзотация переходит вот если мы найдем пару штук итак мы переходим теперь к первому ярчайшему примеру истории человечества наполеон у которого было два во льве не так много но его фнос в львиность потрясающий наполеон писал что нравом отличается от других людей в той мере такой солнечный свет отличается от лунного блеска ведь это как лев отличается от рака потому что правитель льва это солнце правитель рака это луна его груди будто горел священный огонь он всегда был готов быть полном энергии и жаждал познавать новые вещи образ воина в треугольной шляпе не прекращает вызывать споры поскольку он часть той силы которые желают благо но во имя этого свершает зло детстве наполеон писал сказки он даже подавал сочинение на конкурс объявленной леонской академии и может мы все можем пожалеть что ему тогда не дали первую премию в молодости по словам его сослужинцев энергия нового начальника артиллерии превосходила обычную человеческую меру он стремился к совершенству и переустройству мира на разумных началах но достигал цели методами насилия подавляя свободу выбора других людей и народов мы сейчас познакомимся с несколькими центральными высказываниями и взглядами наполеона если поставить баранов во главе львов то львы баранеют а наоборот то даже баран будет иметь львиное сердце и он как лев пытался всех наделить львиным сердцем но как я хотел построить мировую империю и чтобы добиться этого не было необходимо ни много ни мало только не ограниченная власть и все я хочу мира и добьюсь его только ценой своих побед гениальные люди это метеоры призванные сгореть чтобы озарить свой век опять энергия и огонь обращаясь к ученым он говорил неужели вы думаете что можно заставить людей сражаться действуя на них рассуждениями эти рассуждения пригодны только для ученого в кабинете солдат дерется из-за славы отличий наград обратите внимание солдат не защищает свою родину не защищает свои идеалы или свой дом и семью а только хочет чего славы отличий и наград завоеванному мадриду наполеон обратился к следующей речью поскольку есть только один бог всякое частное судопроизводство незаконно и противоречит правам народа я его уничтожил нынешнее поколение может думать иначе ибо страсти еще слишком наколены но ваши потомки благословят меня как возродителя вашего отечества от великого до смешного один шаг сам наполеон этого хоть и говорил это но не понял когда я была в испании португалии там народы по сей день музеях хранят простреленные стены солдатами наполеона уничтоженные картины и варварство следы варварства и не испанцы ни португальцы не говорят спасибо наполеону за то что он уничтожал их культуру но сам наполеон продолжал 1802 году он стал пожизненным правителем франции он опирался на абсолютное большинство народа и был уверен в неизменной благосклонности высших сил он полностью отождествлял себя с францией и был готов найти оправдание всем своим поступкам тем что есть благо франции величкия франции безопасной франции в его глазах этим оправдывались все его действия без исключения 1804 году бы на парк собственноручно себя короновал народ ликовал по всей франции устраивались фейерверски торжеству не было предела да он вел несколько очень разумных изменений и реформ с 1 января 1806 года во франции вновь начал действовать грегорианский календарь взамен произвольного республиканского в том же году был принят закон о создании университета как образовательного светского просветительного и научно исследовательского учебного заведения империи и безусловно это было одно из прогрессивных действий наполеона 1812 году наполеон говорил своему другу дипломату полинкуру мне не требует мне не терпится дожить до всеобщего мира чтобы отдохнуть и иметь возможность делать добро я хочу посетить департаменты которыми достает путей сообщения хочу строить каналы дороги оказывает поддержку торговли и поощрять промышленность все это он хотел но что получилось по оценкам историков общее число военных и гражданских погибших наполеоновских войнах варьируется от трех с половиной до шести с половиной миллионов человек которые заплатили своей жизнью захотение наполеона что-то должно было остановить этот огонь один из людей который сумел остановить во всяком случае частично этот огонь если вы знаете как особенно сильные пожары действуют тем что на одну огненную стенку дают другую огненную стенку и таким огненной стенкой в данном случае был папа пи седьмой если наполеон родился 15 августа то он родился 14 августа но с разницей в 27 лет у наполеона было только 2 во льве а у папы пи седьмого который в общем то был папой всего мира у него было сразу 4 во льве он занял принципиальную позицию по вопросам межгосударственных отношений политик не подчинялся диктату наполеону бывшему ровно на 27 лет младше его более того он угрожал официальным отключением наполеона от церкви если император продолжит навязывать свою политику другим народом папа протестовал против насилия но император с ним не считался французы оккупировали папскую область наполеон разрушил союз с римом собственными руками приказал арестовать понтифика в итоге император лишился поддержки многих верующих и более не мог ссылаться на то что ведет борьбу с еретиками англичанами при поддержке римского первого священника и это был первый серьезный удар по наполеону не менее серьезным оказалось противостояние человека который родился всего лишь навсего 18 днями ранее чем наполеон это был британский английский генерал хатсон лоу он родился в ирландии не всего лишь три недели разницы у него была одна планета вольве только солнце в отличие от наполеона с двумя у которого был и воинственный марс там же но именно он стал тем кто охранял наполеона на острове святой елена чтобы тот оттуда не сбежал то есть почти селестиальные близнецы они вошли вместе в историю хатсон лоу всегда воспринимают как человека который неизбежно всегда самой судьбой был связан с наполеоном но он свой долг выполнил и наполеону не дал покинуть остров и так это были какие-то очень напряженные отношения мы видим между различными львами представителями льва а кто же были теми воинами и тем народом которые воевали в те дни вот просто пришел так неоткуда один человек наполеон и все за ним пошли воевать оказывается нет мы сейчас увидим то что очень я уже подчеркнула в начале после 1765 года на протяжении 182 лет не было ни одного дня шестью вольве а в 1765 их было сразу несколько недель и мы можем говорить о представителях того времени словами лермонтова да были люди в наше время не то что нынешнее племя богатыри не вы кто же были те кто воевали с наполеоном то пошли за ним маршал франции граф шан-батист дуэ де эрлон родился шестью планетами во льве и был всего лишь четырьмю на четыре года старше чем наполеон он был известен своей храбростью он был участником революционных и наполеоновских войск затем стал губернатором правителем алжира имя генерала выбитой на триумфальной арке в париже с ней вместе родился и николя жузеев дезинфанс тоже французский генерал революции и империи и тоже шесть во льве и когда наполеон прибыл в трир в октябре 1804 года именно дезинфанс сопровождал его во главе национальной жандармерии но кто был со стороны российских войск в то время барон карл федорович плод фон юргенсбург который был тоже шестью планетами во льве на той неделе российский военачальник генерал-майор русской имперской армии он участвовал в битвах отечественной войны и в конце концов стал комендантом бремена так вот эти люди все были пронизаны духом воинственности и желания славы и пошли за наполеоном потому что срезонировали его призывы с тем чем так хотелось и чего сами они в жизни очень давно добивались и мы можем это охарактеризовать поэтому ставшим легендарным гусаром прославившимся как певец войны денисом давыдовым какие он писал стихи родившись во льве с тремя планетами во льве я тем же пламенем как чингисхан горю я люблю кровавый бой я рожден для службы царской днем рубиться молодцами вечером горилку петь станем братцы вечно жить в круг огней под шалашами не пробуждая не пробуждая моих безумств и иступлений и мимолетных сновидений не возвращай не возвращай или нет сорви про кровь долой мне легче горя свои воли чем ложное холоднокровие чем мой обманчивый покой помните у горького слов не было что и а он безумный ищет чего бури как будто в буре есть покой а здесь человек говорит да мне нужен ваш покой я люблю свои воли и я буду таким и вот то поколение оказалось настолько притянутым харизматично к наполеону что привело к тем самым войнам которые стали ужасающими для всего человечества мы можем привести что и в другие времена рождались люди которые имели солнце во льве и еще планеты во льве становились героями своих народов но не обязательно вели настолько к таким же тяжелым последствиям ибо времена все-таки были другие но это уже не нам судить из точно сравнивать потери у каждого из них симон боливар с одной во льве он является народным героем освобождение латинской америки пламенный оратор философ человек необычайно глубокий он меньше всех подходил именно под скажем рубрику тех кто гнал людей бездумно на бой а больше оставил именно принципы того каким должен быть руководитель или лидер чтобы за ним люди пошли он видел себя именно в чувстве нации наша жизнь ничто иное как наследие нашей страны интересно что ему приписывают тоже сразу что наполеону только несколько в другой вариации и неизвестно кто сказал раньше наполеон или боливар от героического до смешного есть только один шаг у наполеона было от великого до смешного у боливара от героического до смешного но что он понял так руководитель и что относилась именно к наполеону что боливар бросал в лицо уже имея опыт такой тяжелый нет ничего более опасного чем позволить одному и тому же гражданину оставаться у власти в течение длительного времени люди привыкают ему подчиняться и отсюда происходит узурпация и тирания бенита муссолини конечно этого не слышал но повторял вслед за наполеоном лучше прожить день львом чем сто лет овцой речи произнесенную народу он был безусловно блестящим оратором необходимо чтобы вызвать энтузиазм для войны понимаете не для мира не для любви а для войны почему бы как денис давыдов не помахать саблей фидель кастро с тремя вольве пусть родина смотрит на вас гордостью а когда она будет смотреть гордостью не бойтесь славной смерти умереть за родину значит жизнь понимаете здесь это уже переходит все границы потому что человек берет определение смерти и говорит что смерть это и есть жизнь а жизнь смерть полностью разум здесь уходит остается только желание и стремление и именно нечто подобное произошло и с нашим народом его тяжелейший период один из самых тяжелейших периодов позднего средневековья шабтай цви самый известный лжемессия ставший символом и предводителем массового саббатианского движения у него было четыре вольве и он родился 9 авгу шабтай помещал массам что их статические переживания которые ранее доставались большими душевными усилиями и лишь считанным посвященным станут незаменительно незамедлительно доступными для всех и без всякого труда по словам известнейшего каббалиста гершома шолема если исследователя каббали 1665 и 66 годах саббатианство стало распространяться подобно лесному пожару во всей диаспоре огненные сразу идут метафоры у всех кто думает только об этом времени народ попеременно охватывал то безграничное ликование то покаянное настроение и шо лимфе пожалуйста выключите микрофон пожалуйста выключите микрофон спасибо в продолжении целого года люди жили новой жизнью которая на много лет осталась для них первым проблеском глубокой духовной реальности они искренне шли за шабтаем цви а он предрекал что в 1666 году турецкий султан сам добровольно передаст ему трот за его святость и мастерское умение петь псалмы вместо этого пророк был арестован а затем следуя своим новым откровением приказал провести реформы в иудаизме причем главной реформой первой было что так как он сам рожден в пост девятого ава то пост в этот день отменить траур отменить и провозгласить это всенациональным праздником и люди начали это делать так что забыли разрушение первого храма забыли разрушение второго храма и вновь побежали на огонь осенью того же года шабтай цви и его приближенные перешли в ислам это известие привело народ в шоковое состояние и привело надолго к его расколу я могу только сказать это процесс процитировать слова из сэфера зоор если во говоре народа человек благочестивый то народ будет спасен а ежели нет то весь народ погрязнет в его грехах и это то что произошло в массовой экзальтации сабытианство и шло это под девизом который описал лучше всего наверное основатель психологии народов вильгель максимилиан бунт с двумя вольве мы верим в то что мы желаем и никто не имеет права принудить нас веровать иначе на том стою и не могу иначе вунд стал основной фигурой в социальной психологии основатель науки психологии народов целью которой ставится исследование законов развития языка мифов и обычаев я здесь подчеркну пытались исследовать психологию народов но это как бы море пытаться объять необъятное практически невозможно заслуга вунта что он выделил три основных параметра критерия по которой нужно изучать это язык миф и обычаи психология народов самостоятельная наука наряду с индивидуальной психологией и хотя она и пользуется услугами последней однако и сама оказывает индивидуальной психологии значительную помощь и далее он продолжал кто признает вопрос о первоначальных мотивов возникновения языка мифов и обычай неразрешимым так как совершенно не существует исторических документов восходящих по времени к генезису тот естественным образом склонен вообще отрицать психологию народов но он тем не менее идет дальше и исследует ее и приводит к очень интересному сравнению на самом деле между овном и львом овен индивидуалист по своей природе я есть человек и вот когда он сравнивает здесь естественно вставки планет в овне или во льве это мои вставки все остальное это фраза вунта из его книги психология народов вопреки гипотезам рационалистического просвещения выданным главным образом фомой или томасом гоббсом у которого было два в овне овен согласно которым индивидуумы отчасти под гнетом нужды отчасти путем размышления соединялись в общество в истории человечества общество первым звеном бывает не индивидуум но именно сообщество их из племени из круга родни путем индивидуализации выделяется в конце концов единственная личность и так мы видим что здесь как бы стандартная задача между тем что было сначала курица или яйцо что сначала индивидуум а потом народ и социум или сначала социум а потом индивидуум овен говорит сначала индивидуум а потом их объединение лев отвечает нет сначала народ а из народа вырастут индивидуумы и это то что пишет в главе «Индивидуализм в предании в истории Вунд» в книге «Проблемы психологии народов». И он рассматривает это и в историческом, опять же, двигаясь от Песоха, от исхода до его времени, 19 века, говоря, что сначала появляется миф, а потом рождается народ. Уже первобытный миф создает образ спасителя человечества, который принес огонь, изобрел оружие и орудия, вел религиозные церемонии и культ. События, почему-либо глубже запечатлевшиеся в народной памяти, сага также связывает с именами отдельных народов. Он признает, что сага, миф, который существует, обычно делает ударение издавна именно на индивидууме. И мы это видели также в Овне и видели это у Горького. Не так это происходит в его точке зрения. В более поздние времена вместо этих былинных героев заступает избранный народ. Среди других древних народов Востока и до наших дней находятся преемники израильтян в притязаниях названия первого культурного народа. Различие не в пользу этих последующих народов. Лишь в том, что ни один из них не мог столь неоспоримо, как народ Ветхого Завета, утверждать право на свое первенство. И так в своей книге действительно Вунд провозглашает первенство Израиля, как провозгласившего Ам, то есть им один с другим. И во-вторых, я должна ему отдать должное, что человек, который никакого отношения к еврейскому народу никак не имел, очень хорошо анализирует этимологию еврита в этой книге тоже. А мы вернемся к Овну и к роли индивидуума и различия между Овном и Львом на конкретном примере. В Овне мы разбирали, что человек с шестью планетами в Овне, Дюма Тома Александр, отец Александра Дюма, был французским генералом по прозвищу Черный Дьявол. Его называли лучшим солдатом своего времени, но выдающегося наполеоновского маршала из него не получилось. То есть мы видели, что Лев, у нас был здесь маршал шестью в Ольве, а он был всего лишь генерал. Но не только всего лишь генерал, он действительно, как индивидуум, противопостоял Наполеону, который был обязан ему очень многим в той войне. Но он сказал, я в армию дальше не поведу, завоевывай другие народы, будешь без меня. Он, проделавший весь путь от рабства до генерала, имел мужество сказать Наполеону, «Нет, твоему абсолютному правлению я положу конец». И он действительно покинул армию. Когда он попал в тюрьму по дороге домой, Наполеон своего друга, который не раз вытаскивал его из беды, который давал ему не раз возможности прославиться, не выкупил из рабства, не выкупил из тюрьмы. Он, в конце концов, спасся сам и оставался человеком верный единственно своему свободному взгляду на мир. Зато он стал отцом Александра Дюма, который в своей книге «Три мушкетерок» создал миф народа целого, единения всех четырех стихий. Атос, Партос, Арамис и Дартанян только вместе. Эти представители разных областей Франции. Четырех стихий. Они только вместе могли сделать народ. Так что мифом мы обязаны, с одной стороны, Дюма сыну Александру, мы его называем Дюма отец, но он, в свою очередь, все образы подчерпал из рассказов своего отца Тома Александра, который, как в Песах, освободился из рабства и стал одним из самых выдающихся солдат Франции, а может быть и всего мира. Но от Вунта, опять же, от теории к практике, мы видим, что был человек с пятью вольве, в отличие от Вунта, всего лишь с двумя, который действительно воплотил в жизнь миф или теорию Вунта. Это Михайло Растахар, славянский психолог, писатель, политик, военный и педагог, сыгравший важную роль в создании государства славянцев, хорватов и сербов. Он стажировался в области экспериментальной психологии в психологическом институте Вунта в Лейпциге. В 1912 году основал первую психологическую лабораторию в Чехословакии. Затем он стал инициатором создания Словянского университета в Любляне. Он также стал первым президентом Ассоциации психологов Словении. Особое внимание Растахар уделял анализу особенностей нации. Он считал, что ядром нации является осознание принадлежности и то чувство, которое создает такое осознание. То есть для него народность – это уже чувство, присущее ему. В 1912 году он провел среди интеллигенции Австро-Венгрии опрос о национальном чувстве, о принадлежности и отношении к другим нациям, что явилось сегодня считается первым опросом общественного мнения не только в Европе, но, скорее всего, и во всем мире. Он также разработал свою концепцию мотивации, которая сегодня изучается во многих вузах. Так интересно, что он родился в 1978 году, а за три года до него во Льве родился Шауль Черняховский, который был поэтом, который также, как и Растахар, мечтал о стране для своего народа. Его самый известный стих – это «Смейся, смейся над мечтами». Он был написан им на иврите в 17 лет. Непонятно, как в столь юном возрасте он самостоятельно овладел языком, когда даже в детстве не видел вокруг себя ни хедера, ни какого-нибудь окружения, где бы говорили на иврите или даже на идыши. Более того, в 1892 году никто не хотел верить в осуществимость грез юноши о том, что его народ действительно сумеет возродить страну. «Смейся, смейся, что до ныне я мечтаю и любя, свято верю в человека, верю в счастье и в тебя. И тогда, свободный и мощный, зацветет и мой народ. Он расторгнет цепи рабства, полной жизнью заживет. Заживет не в грезах только, не в одних лишь небесах. Песню новую о жизни, на земле о лучших днях, красоте и правде чуткий запоет тогда певец. Из цветов моей могилы для него сплетут венец». Как мы знаем, Черняховский оказался пророком. Его пророчества сбылись, его желания сбылись. А здесь мы видим портрет, нарисованный отцом Бориса Пастернака, Леонидом Пастернаком, родившимся в Овне. Ну, а сравнивая Черняховского и его стихи с Беранже, который тоже родился во Льве, можем это услышать еще раз. «Господа, если к правде святой мир дороги найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». На иврите стих Черняховского называется «Сахки-сахки-а-холомат», потому что «холом» на иврите обозначает и сон, и мечту в одинаковой степени. Юнг, родившийся тремя неделями раньше Черняховского, изучал сны и коллективное подсознание. К исследованиям снов он взял эпиграф из Талмуда на иврите, на арамейском «Непонятный сон, что невскрытое письмо». Ну, у меня «Селестиальные близнецы» была посвящена глава о львах «Селестиальным близнецом» Юнгу и Антонио Мачадо, испанскому поэту, посвятившим обоим жизнь значению толкований снов и мифов и синхронно размышлявших на тему асинхронности и родившимися естественно-селестиальными близнецами. Мачадо писал «Мне снилось вчера, будто Бога я встретил, и долго со мною беседовал он, и на вопросы мои он ответил, а после мне снилось, что все это сон». Полностью главу о «Селестиальных близнецах» Юнге и Мачадо можно прочитать в свободном доступе на моем сайте, на многих других сайтах. Здесь есть ссылки. Пожалуйста, я здесь не буду это повторять, а мы будем здесь только говорить о том, насколько миф как движущая сила важен для львов. Хотение связано почему-то именно со снами и с мифами. Подобно Мачадо, писавшему, что без мифа никому не войти в историю, Юнг заявлял, что миф по своей природе выражает жизнь точнее, чем наука. И перекликался с ним Рэй Брэдбери с «Четырьмя во льве». Он говорил о своей антиутопии «451 градус по Фаренгейту», считающейся одной из важнейших книг в научной фантастике. «У этой книги будет долгая жизнь. Она как греческий миф, а мифы долгоживучие». Если я уже заговорила о мифах, как не говорить о мифотворце Елене Петровне Балавадской, основателе Теософской церкви, прихожанами которой являются по сей день несколько миллионов человек. Она, рожденная во льве, мифологизировала обыденные вещи и в своем творчестве создавала мифы, обрежая их в реалистические одежды. Она делала это настолько искусно, что многие до сих пор не могут отделить ее работа, где выдумка, а где реальность. Уже в 13 лет у Елены начались видения учителей духовных. В 20 лет она писала «Огнятые цветы, разбросанные по небу». Балавадская обладала волевым характером, с годами ставшим деспотичным. В ходе борьбы за власть подавляющее большинство ее сподвижников бросало ее, не выдерживая ее тирании и диктатуру. И тем не менее, оккультный пафос ее сочинений продолжал воздействовать на многих поэтов и писателей всего мира и продолжает по сей день. Но параллельно Балавадской я хочу сказать о другой женщине, которая никогда не была диктатором, но которая, так же, как и Балавадская, занималась астрологией и ввела ее в нашу жизнь на новом уровне, подняла. Это Изабель Хики, которую называют матерью современной астрологии. Ее книга «Астрология. Космическая наука» стала путеводителем для целого поколения психологических астрологов. В частности, именно она четко определила ключевые слова и основные жизненные уроки каждого знака. То есть то, что мы с вами сейчас проходим от знака к знаку, я даю девиз. Эти девизы я позаимствовала, взяла, научилась у них именно у Изабель Хики из ее книги «Астрология. Космическая наука». Сама же Хики писала в этой книге, что все свои знания она получила при общении с духовным учителем, то есть человеком, который не был в нашей плоскости материализован, а оставался на плоскости астральной духовного учителя. Это бы могло показаться мифом, и многие считают, что это миф. У меня нет с этим проблемы. Проблема в другом, что у меня сейчас перед нами пять здесь человек, которые все независимо друг от друга описывали подобные явления, и то, что их объединяет, то, что они все родились во Льве. Я сейчас зачитаю из книги Юнга, из моей книги «Селестиальные близнецы» о нем, что он писал о том, как он получил свои знания. Юнг верил, что космические секреты ему открывали духовные учителя, духи пророка Ильи и Филимона. С 1913 по 1916 годы Юнг приводил с ними многие часы, вышагивая по тропинкам своего сада. Со стороны казалось, что он сошел с ума, ведя бесконечные беседы с самим собой и вслушиваясь в скрытые голоса. Параллельно ему, независимо от него, в то же самое время мистические собеседники Мачада обучали его искусству любви к людям. Позднее один из индийских друзей Юнга успокоил его, что это не было сумасшествие, потому что объяснил ему, что существуют учителя и на других астральных плоскостях, которые являются гуру, не материализованными в этом теле. Итак, мы видим и Мачада, и Хики, и Юнг, и Блаватская, и Шапта, и Цви говорили нам то же самое, что они были открыты этим учителям, будто это правдивая информация или неправдивая. Они воспринимали это правильно или нет, мы не знаем. Но само по себе явление их объединяло. Более того, когда мы читаем, что же видел Юнг в своих видениях, то оказывается, что то же самое, что Блаватская, хотя они не могли пересекаться. Юнг говорил как бы сам собой. Однажды был цветок, камень, кристалл, возлюбленный со своей возлюбленной, где-то давным-давно на острове, посреди океана, 5000 лет тому назад. Такова любовь, мистический цветок души. Это центр себя. Затем он продолжал как во сне. Никто не понимает, что я имею в виду. Только поэт может почувствовать это. Но Блаватская поэтом не была, она была только львом. И она писала. Огненные цветы разбросаны по небу. Мужчина сказал женщине, я люблю тебя. Эти слова возникли из божественного аромата души. Итак, мифологизация проявляется у всех львов в той или иной степени. Юнг писал, миф выражает жизнь точнее, чем наука. Мачада, а без мифа никому не войти в историю. Блават Нина Берберова. Если человек не распознал своих мифов и не раскрыл их, он ничего не объяснил ни себе, ни в самом себе, ни в мире, в котором он жил. Умеет найти структуру индивидуальной символики, ее связь с символикой мира, вот куда заглядывали мы. Берберова не была каким-нибудь психологом или, скажем так, необычайно харизматичным лидером. Но, тем не менее, она точно так же видела важность мифов. По вунту психология народов должна изучать три основные темы. Язык, мифы и обычаи. Но при этом он лично мифу отводил главенствующую роль. Язык сам сплошь проникнут тем мифологическим мышлением, которое первоначально бывает его содержанием. Равным образом и мифы, и обычаи всюду тесно связаны друг с другом. Они относятся друг к другу так же, как мотив и поступок. Обычаи выражают в поступках те же жизненные воззрения, которые таятся в мифах и делают общим достоянием благодаря языку. То есть в конечном итоге на первое место у него выходит миф. Интересно, что то же самое мы увидим у Рея Брэдбери. Среди мифических героев мы росли. Огненный шар все еще плывет. Маячит и пламенеет в ночном небе еще не погребенного лета. Вино из одуванчиков. Что-то мы слишком долго засиделись в психологии народов. Перейдем немножко и к физике, и к музыке, и к другому творчеству. И физики первым делом выходят из пяти планетников, то есть людей особенно отличных от других. Эрих Арманд Артур Йозеф Хюкель. Вот такое длинное немецкое имя, родившийся в час Феникса 1896 года, из пятью во льве. И как многие физики, родившиеся в час Феникса, он один из основоположников квантовой химии. Создатель теории сильных электролитов совместно с Петером Дебаем, родившимся в Овне. То, что они создали вместе, называется теория Дебая-Хюкеля. Своих студентов Хюкель поощрял писать стихи о любимых ученых, чтобы выбрать себе ученого и посвятить ему стих. Сам он себе таким ученым выбрал Эрвина Шредингера, от тоже родившегося во льве. И о нем он писал. Эрвин много вычислений проделал со своей волновой функцией. Просто хотелось бы знать нам, что означает она. Ведь он же прекрасно знал, что Шредингер, рожденный во льве, получил ее из мифов Веданты, из Веды. И она у него родилась просто так в его воображении. Нету за ним никакого факта и никакого разумного, скажем так, логического вычисления. И поэтому и спрашивает Хюкель, что же означает его волновая функция. Хоть кто-то нам объяснит, откуда она взялась. Интересно, что связь и Шредингера, и Хюкеля с Овнами была, и вообще с представителями огненной стихии, была очень мощной. Так сам Хюкель был зятем лауреата Нобелевской премии по химии Зигмундий, который разработал с тремя в Овне. Свои правила он разработал с Овном Дебаем, а также сотрудничал со Львом Полем Дироком и Максом Бурном, у которого было пять планет в Стрельце. Мы сейчас увидим просто так на одной карте эти взаимоотношения между Львом и Овном. Создатели, отцы квантовой физики, в которой появляется выбор. Вдруг у частицы и волны появляется выбор. Ты хочешь быть, как писал Шредингер, либо волной, либо частицей. Луи де Бройль, 15 августа, Эрвин Шредингер, 12 августа, Эрих Хюкель, 9 августа, Пол Диккер, Дирак, 8 августа. Все они тесно сотрудничали с друг другом, переписывались и вместе развивали новую квантовую физику. Но она могла вырасти только на заслугах тех, которые уже до того поняли, что такое рентгеновское излучение, открытое рентгеном, у которого было пять вовни. Вот Рихард Зигмонди – это тесть Хюкеля, Петер Дебай – сотрудник Хюкеля, Лоренс Брэг – это человек, который получил Нобелевскую премию за открытие кристаллографии и использование рентгеновского излучения как волны. Заметим, ведь именно Брэг ввел понятие, что это волна, а не частица, в отличие от того, что потом квантовая физика доставит нам возможность выбора. Интересно и высказывание Шредингера. Мы только что разъяснили представленные модели, но забыли самое главное – наше желание видеть в этой клетке твердым, представить ее твердым кристаллическим веществом. Я подчеркнула слово «желание», ибо оно определяло для Шредингера главенствование физики, и это мы не должны забывать. Говоря о взаимоотношениях между индивидуумом и социумом, невозможно не упомянуть одного из величайших психологов прошлого века, Жан Киаже, родившегося во Льве с пятью знаками во Льве, планетами во Льве, и в час Феникса. Фактически он один из основателей пренатальной психологии, так или иначе, но, безусловно, один из основателей экспериментальной психологии и понимания значения детства. Он известен работами по изучению психологии детей, был также директором по вопросам обучения в Институте Руссо в Женеве. Он писал, что наше биологическое, то есть наше тело, физическое, земля, мало играет роли для нашего развития. Биологическое созревание субъекта не является определяющим для развития индивидуума, оно лишь создает предпосылки развития. Более того, социум превыше всего. Человеческое существо самого своего рождения погружено в социальную среду. Развитие психики происходит в процессе социализации. Мысль, важна ли мысль? Да не так уж она важна для огня. Огонь и воздух – это разные стихии. Для мыслей, не осознающей самое себя, логическое оправдание невозможно. Умственная деятельность не является всецело логической. У нас есть другие способы, например, желание. Изучение спонтанных детских вопросов – вот лучшее введение в логику ребенка. Доставить ему в спонтанность. Вот что хочу сейчас, то и говорю. Ребенок – это тот, кто строит свое собственное нравственное мировоззрение, формирует представления о добре и зле, справедливом и несправедливом, которые не являются прямым продуктом обучения взрослых и которые, вопреки желаниям взрослых, часто сохраняются противоположными их убеждениями. Впервые человек встает и говорит, то, что мы пытаемся заставить наших детей такими, как мы хотим, не получится. Они на самом деле рождаются со своими собственными хотениями, желаниями, которые нам не будут повластны. Я хочу сейчас с вами поделиться, немножко говорила про Берберову и ее воспоминания. Для меня мемуары Ильи Репена «Далекое, близкое» – это одна из самых светлых книг, которую я, может быть, могу сравнить именно с Рэем Брэдбери, с его «Вином для дуванчиков» по светлости книги, по какому-то подходу, который вот хочется взять, как маленький кусочек солнца в руки. Это книга Ильи Репены «Мемуары. Далекое, близкое» и книга Корнея Ивановича Чуковского, рожденного в Овне, о котором я говорила, когда мы разговаривали о Вовне, и который написал свои воспоминания об старшем друге Илье Репене. Чуковский писал, люди линули к нему, привлеченные его лучистым талантом, горячим сердцем, живым характером, страстью к живописи. Сам Репен вспоминал, я так обрадовался студенту, когда впервые увидел образованного человека, сам приехав из глуши, где образованных людей он почти никогда не встречал. Я так обрадовался студенту, так дружески со мной поговорившему. Я горел от восхищения. Это поймет только человек, так проголодавшийся без духовной пищи. В картинах юношества Репен, который, как и Чемняховский, непонятно как, пришел к тому, что он стал талантом, выражал призыв к солнцу, к свету. Моя живая картина была само солнце без пятен, глаз не оторвать от ее красоты и блеска. А один бурлак, необразованный простой человек, говорил друзьям о Репене. Да ведь ты что понимаешь? Ты посмотри, как он горит всей душенькой своей, как душа его прямо так и рвется на полотно. Вот такой был в мире художественном Илья Репень. А мы сейчас перейдем немножко к музыке. И в музыке я вам расскажу о человеке, у которого пять вольве. Еврейский мальчик из Киева Исаия Брауда стал одним из самых великих органистов, исполнителей Баха в мире. О нем писали, что впечатляющая сила искусства Исаии Брауда была необычайной. Его игре в равной степени отвечали строгость и свобода. Знание истории и техники органа строительства позволяло ему видеть в том или ином инструменте представителя отдельного органного рода. То есть вы понимаете, он даже видел семейство органов и давал каждому органу какое-то свое особое звучание, которое могло ему соответствовать. Это, например, очень четко почувствовал композитор Борис Асафьев, один из лучших литературных и музыкальных критиков России, который родился с тремя вольве. Он писал о Брауда. В своих жизненных встречах я находил только двух людей, у которых было серьезное мыслящее музыкантов с живым постижением полифонического языка, интонационных процессов. У базельского органиста и музыковеда Ганшина, родившегося в Овне, и в Ленинграде у Исаии Брауда, у которого было пять вольве. Только двоих он видел. Но все-таки его огненное бировосприятие тянулось к Брауде. Надо сказать, что Бахту тоже был в Овне, поэтому именно Овин и Лев умели лучше всего исполнять его. Но это доходило до всех людей. Я все-таки зачитаю стихи, написанные Иосифом Бродским, лауреатом в Нобелевском премии, родившимся в стихии «Воздуха» и в «Близнецах», и, соответственно, умевшим выражать свои чувства словесно, что он написал на смерть Брауде. И отмечу здесь заранее, обратите внимание на слово «ихтиозавр» и «редкий». Ведь Брауде родился с пятью планетами во льве. Это бывает редко. Таких людей мало. И понять, что не каждый может, как Курила в три дня, провести в океане без еды и без питья, и без какой-либо помощи. Точно так же можно понять, что не всякий может стать исполнителем Баха настолько непревзойденным, как Брауда. Это бывает редко. И поэтому Бродский найдет этому слово «ихтиозавр». Люди редких профессий редко, но умирают, уравнивая свой труд с прочими. Землю роют люди прочих профессий, и родственники на завтра выглядят, как природа лишившаяся ихтиозавра. Голос из телефона за полночь вместо фразы по проволике передает, как ожерелье слезы. Это не мой клавир, и на рычаг надавишь, ибо для этих нот не существует клавиш. Переводя иглу сгаснущего рыдания, тихоет на стене верхнего до свидания, и в опустившей квартире ее тишина на зависть крутится в темноте с вечным молчанием зависть. Может, это было бы случайностью, может, не надо было бы об этом говорить, но есть другая замечательная женщина. Жанет Нивел, тоже с пятью планетами во Льве, родившаяся в 1919 году. Легендарная французская скрипачка с детства обладала редким даром. В семь лет она дебютировала как солистка, играющая концерт с оркестром. Когда Жанет всего было 12 лет, венская газета «Ноэ Стабитбл» писала, если вы закроете глаза, вам покажется, что вы слушаете энергичную игру мужчины, а не маленькой девочки в белом платье. Я проделала эксперимент. Вы знаете, что у меня есть много людей, играющих на скрипке, я давала слушать им. И первое, что говорили, ну не знаю, но это играет, чувствуется серьезная мужская взрослая рука. В 15 лет она стала всемирно известной знаменитостью, выиграв конкурс скрипачей имени Вивнявского. Сам факт, что столь юная исполнительница стала лауреатом одного из наиболее престижных конкурсов, был сенсационным. Но еще большей сенсацией стало то, что она опередила на конкурсе Давида Ойстраха, которому тогда уже было 27 лет, и он считался одним из величайших музыкантов мира. И по праву, ее игра ошеломила публику и жюри редкой виртуозностью, красивейшим звуком в сочетании с невероятной интенсивностью игры. Критики поражались ее сдержанностью, внутри которой жила мощнейшая страсть. Ида Гендель, родившаяся в «Стрельце», тоже стихия огня, которая была девятью годами младшей жене, вспоминала свою первую встречу с ней. Ведь весь ее вид гипнотизировал. Она обладала тем, что в наши дни называют харизмой. И эта харизма была выражена в убежденности, которые она передавала слушателю, чтобы ей не приходилось играть. Это и был гипноз. Сибелиус утверждал, который сам играл на скрипке, утверждал, что только она дала жизнь его концерту. Неверо завораживало не только музыкантов и их критиков. Даже блистательная Эдит Пиах признавалась в автобиографии. «Я бы проехала тысячу миль, только чтобы услышать великую жене от Неверо». А ее жизненный принцип был «Стремись высоко, стремись еще выше к красоте». К сожалению, как метеор она пролетела по этому миру, погибнув 35 лет в авиакатастрофе. Об этом тоже есть мифы. С ней погиб ее Страдивари. И это одна из самых трагических глав в истории музыки. При этом все соглашаются, что ежели бы она не погибла тогда, то ей бы просто равных не было в мире ни одного скрипача. Ну, оставив музыку, мы перейдем к тем областям, ну, скажем так, научно-исследовательских интересов, где люди оставили свой вклад. И мы сравним сейчас знаки зодиака, которые мы уже с вами видели и познакомились. Мы видели, что в Овне открывателем первооснователем науки был первый вулканолог Роджер Вербек, напишавший свою книгу «Кракатау». Овен занимался вулканами первой. Затем «Тельце. Земля». Фердинанд Зевск написал одну из первых книг и стал основоположником «Почвоведение. Науки о почве». В «Воздухе» мы видели Георгий Шенгеле написал книгу «Практическое стиховедение», сыгравшую важную роль в изучении русского стиха и языка. Затем «В раке в воде» мы видели Станислава Курилова, океанографа, который написал книгу «Один в океане». Ну а во «Льве», с пятью во «Льве» выдался Джоул Стеббинс, американский астроном, ставший основоположником фотоэлектрической астрофотометрии. А сейчас мы перейдем к событиям, которые происходили под знаком «Льва», когда собиралось пять или шесть планет в этом знаке. Первое относится к более древнему, к Средневековью. Называется «Пасахон роза». Один из особых событий рыцарской эпохи является история Суэра де Киньонеса, который в июле 1434 года вместе со своим рыцарским отрядом учредил перевал чести на мосту Арбига в королевстве Леон. По той дороге паломники со всей Европы направлялись к святыне Сантьяго де Компостелло, что и сегодня святое место христиан. Что они захотели? Чтобы каждый, кто приближался к посту, сражался к ними в поединке. Победишь – пройдешь. Не победишь – соответственно, останешься ли в живых – это твоя проблема. Суэра и 10 его завистов пообещали сломать 300 копий, прежде чем освободить проход. Это соревнование запечатлено городским нотариусом Доном Луэнсо Алонсо Луенго. Бои продолжались до того дня, когда 9 августа 1434 года завершился многодневный период скопления пяти и даже порой шести планет во Льве. После 166 сражений рыцари были настолько изранены, что не смогли продолжить и объявили миссию выполненной. Эта миссия и этот герой мифический Суэра де Киньонес стали легендой, упомянутой Сервантесом в его Дон Кихоте. Очень интересно. Захотели, понравились. Ну, а более важным для человечества в целом является битва 13 августа 1704 года, пять во Льве. На левом берегу Дуная произошло сражение при Бленхене, битва в ходе войны за испанское наследство. Это была эффектная победа герцога Мальборо, которого до того звали Джон Черчилль. Он, соответственно, прямой родственник Уинстона Черчилля, у которого было пять в близнецах и считался необычайно умным человеком. И именно он своим талантом, скажем так, планировать битву сумел добиться победы над непобедимой доселе французской армией Людовика XIV. Потери французов были огромными. Более 27 тысяч убитых, раненых и взятых в плен. Победители потеряли примерно 5000 человек убитыми и 8000 ранеными. Бленхен навсегда развеял мечты Людовика о безусловном доминировании в Европе. И главное, был разрушен миф о непобедимости французов. Английский поэт Роберт Цауте восхвалял эту битву как величайшую победу, которая когда-либо делала честь британскому оружию. Хотя война затянулась на годы, историки считают, что битва при Бленхене считается решающей в этой войне. А мы видим вот здесь не только картины тех времен, но и сегодняшние картины Бленхен. Это игры, которые играют и во Франции, и в Англии, и во всем мире. Кто? Дети, которые играют в компьютерные игры. И именно эта игра становится одной из популярных детских сражений. А мы сравним сейчас битвы, происходившие раз за разом, когда в разных знаках собиралось много планет. Мы видели во Льве триумф рыцарской храбрости в открытом бою 1351 год, Семь в Овне. Там 30 рыцарей сражались против 30 рыцарей. Один день сражение закончилось, нашли победителя, а после этого сложили песню, славную песню о рыцарском умении. Это главное было прославиться в песне. И такие песни, как о Роланде, живут по сей день и среди побежденных, и среди победителей. И никто понятия не имеет, за что они боролись. Осталось непонятным. Но это было один на один рыцарь против рыцаря. Не так было буквально через считанные годы в Тельце, когда было семь в Тельце. Это была битва при Терике, которая изменила геополитическую карту Европы и Азии. И когда основная цель была экономические выгоды по получению и территорий, и благосостояния. Не так было в Близнецах. Кто прослушает еще раз. Джанетта Манетти, рожденный во Флоренции с пяти в Близнецах, просто сумел предотвратить битву. Кондотьеры подошли к городу Флоренции, хотели его захватить. Но вместо войны получили, что вышел к ним человек, который соблазнил их тем, что в книге, которая сейчас есть во Флоренции в семействе Медичи, гораздо более интересной, чем махать оружием. И бой не состоялся. Зато в Раке мы видели, что битва при Торвиоле, которую по сей день изучают во всех академиях военных, это носило религиозный характер, когда албанцы-христиане победили мусульман, турецких, атаманскую империю, что праздновала вся Европа, как первая победа религиозная христиан над мусульманами. Но зато во Льве мы видим, что уже религии не осталось и наживы нет, а есть слава короля и нации. Ибо, как мы видели сейчас, то, что произошло, принесло честь британскому оружию, как нации, да и война вся за испанское наследие, в общем-то, была войной за тем, кто будет править, какой королевский дом будет править этим миром. Ну а мы переходим к центральному событию. Это создание Индии и Пакистана. И описано оно в замечательном, замечательном романе, у меня просто слов нет, суперлатив, как это можно назвать, Салма Наружди, родившегося в 1947 году, но в Блигнецах, который написал предисловие, чтобы понять одну только жизнь, вы должны понять весь мир. Вот это вот понимание, что чтобы понять родившихся в то время во Льве, нужно понять весь мир и всю историю создания Индии, и наоборот, чтобы понять создание Индии, нужно понять всех людей, которые живут, блистательно показано как соответствие между народом Индии, составляющими людьми. Я только здесь дам несколько моментов, зачитаю. Роман, кстати, называется «Дети полуночи», написанный в 1981 году. Рассказ там ведется от лица Салема Синая, рожденного в момент провозглашения Индии. Тогда в ночь с 14 на 15 августа в 1947 году, напоминаю, шесть планет во Льве, Джавахарлал Неру обратился к народу. С ударом часов в полночь, когда весь мир спит, Индия пробуждается для жизни и свободы. Душа нации, которая долго подавляли, наконец-то сможет себя проявить. В независимости процесс разделения на Индию и Пакистан принесли много страданий жителям новых государств. Во время царившего хаоса погибли сотни тысяч человек. От 7 до 8 миллионов людей бежали из Индии в Пакистан, примерно столько же мегрировали в обратном направлении. С точки зрения Салема и его селестиальных близнецов, рожденных в этот день, «Великие силы действовали ночью, и все присутствующие ощущали мощь и трепетали. Чтобы отделить себя от Индии, часы в Пакистане поставили на полчаса вперед по отношению к индийским часам. Если они могут вот так просто поменять время, что же тогда есть действительность? Что, я вас спрашиваю? Что есть истина?» Тут я вам скажу, вот это вот произвол, который произошел вдруг раз, захотел поменять часы – поменял. Пакистан поменял, и сейчас есть проблема, которая вообще зачастую трудно понять соотношение различных времен. Это вообще проблема любого историка. На самом деле, по всей Новой Индии, в которой мы все мечтали, родились дети, бывшие лишь частично отпрысками своих родителей. Дети полуночи были детьми времени, рожденными, как вы понимаете, самой историей. Такое бывает. Особенно в нашей живущей мифами стране, которая сама не более, чем мечта или сон. Неру писал Саляму. «В тебе последним воплотился древний лик Индии, древний и вечно молодой. Самым пристальным вниманием мы будем наблюдать за твоей жизнью. Ведь ты, в некотором смысле, станешь зеркалом нашей». Письмо, действительно написанное Неру тем, кто родились в ночь с 14 на 15 августа в Индии. И в Пакистане. Кстати, сам Неру при этом руководствовался помощью астрологов. Без них он практически не принимал никаких решений. Салман Ружди пишет, тоже, как мы видим, понимает душу своего героя. «Чем захочешь ты, тем и станешь. Станешь ты всем, чем захочешь. Этот припев сопровождает мальчика, героя, всю его жизнь». Что соответствует и тому, что писал Брэдбери в книге «Вино для одуванчиков», что ему говорили в детстве. «Что захочешь, сынок, то и станешь делать. Ты всего добьешься, и никто тебя не удержит». Момент провозглашения настала минута редкой в истории, когда свершается шаг от старого к новому. Когда душа целого народа, так долго угнетаемого, находит на конец выражение. И во всех городах, и местечках, и деревнях маленькие светильники горят на подоконниках, крылечках, верандах, а в Пенджабе в это время горят поезда. Зеленым вспыхивает сдувающаяся краска, шафрановым полакает горящий бензин, и это самые большие лампы в мире. Город Лахор пылает так же. Вот что происходит в ту ночь, что видят люди в ту ночь, выглядывая в свои окна. Так появится еще один праздник, новое мифическое торжество. Ибо нация, доселе несуществовавшая, вот-вот завоюет себе свободу и выбросит всех нас, словно из катапульты, созданный заново мир, который имел за плечами 5000 лет истории, придумал шахматы и торговался средними царствами Египтами, но все же был до сих пор миром воображаемым. В мифическую страну, которая ушла бы в небытие, если бы не феноменальные усилия коллективной воли, если бы не мечта, не сон видеть, который согласились мы все, массовая галлюцинация, одолевшая в той или иной мере бенгальцев и пинджабцев, мадрассов и джитов, которые время от времени приходится освещать и возобновлять кровавыми ритуалами. Индия – новый миф, коллективная фантазия, которой возможно все. Итак, мы просмотрели, что произошло в 1947 году. Последний раз в 20 веке шесть планет во Льве было с 24 по 29 июля 1957 года. В эти дни в Москве начался шестой международный фестиваль молодежи и студентов мира, где приехали 34 тысячи юношей и девушек из 131 страны мира. Больше ничего подобного с тех пор не происходило. Эти же дни, 29 июля, стало первым днем начала деятельности МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Это его официальный день рождения, потому что та энергия, которая выплеснулась, и которая выплеснулась и в ядерных державах потом Индии и Пакистана, требует всемирного отношения, чтобы эту энергию держать в рамках. С тех дней пройдет еще 129 лет, пока в следующий раз шесть планет будут наблюдаться во Льве только 9-10 августа 2086 года. То есть у нас еще есть время, с чем мы придем к тому, и как мы поймем, как с этой энергией жить и работать. А работать с этой энергией далеко не всегда просто. И многие здесь, слушающие эту лекцию, сами с ней столкнулись в той или иной степени при вашей жизни, при нашей жизни. Ибо с шестью во Льве родился некий человек по имени Сергей Мавроди, основатель нескольких финансовых пирамид, политик и писатель и поэт. Он себя считал поэтом. Он создатель МММ, который считается классической и крупнейшей финансовой пирамидой России по количеству пострадавших от 10 до 15 миллионов человек и ущербу порядка 3 миллиардов рублей. И он писал стихи. Послушайте, как эти стихи вписываются в понятие льва. Мы книгу жизни не читаем, а так лишь нехотя листаем. Через страничку быстро наспех, и в результате куром на смех. Эх, кабы дать мне власть, уж наигрался б в сластье, эх, с верностью и с мечтой. Снова на пламя летит мотылёк, снова погибает он и крылышки сжигает. Снова на пламя летит мотылёк, верит он, что огонь согреет. Он за сон заплатить сумеет, отступать он не умеет. Жизнью самой он расплатится судьбою, он расплатится судьбою за мечту сполна. Снова на пламя летит мотылёк, он бояться нет, не умеет. Так вот и порхает, и порхает, и порхает, и порхает, и порхает у огня всегда. Да, он умеет заплатить, он не умеет отступать и не отступить. Если пламя горит, никогда, Ни за что и никогда. Не отступит никогда. А я закончу на другом совершенно, подхожу к концу, на другой ноте. Верим ли мы в мифы? Всегда ли мифы разрушительны? Может, они есть очень даже мифы созидательные возле с нами постоянно? И вот у нас есть фотография. Вы видите на фотографии двух людей. Один это президент Пакистана, вручает премию человеку, которого зовут Шивананда, и который получает эту премию. Он родился официально, как записано во время британского мандата. Чтобы не было сомнений, он родился на территории Бангладеш во время британского мандата. 8 августа 1896 года с пятью вольвер. Родился в районе современного Бангладеш. После потери родителей в возрасте двух лет его воспитал гуру. На протяжении всей жизни он преподает йогу и ежедневно принимает тех, кто нуждается в его помощи. Каждый день Шивананда просыпается в три часа ночи, завершает свои ритуалы, занимается йогой в течение получаса, затем совершает омановение и совершает пуджу, обряд поклонения и почитания в индуизме. По утрам он пьет теплую воду, ест два ломтя хлеба и овощи. По вечерам он ест вареные овощи и ложится спать около восьми часов вечера. 21 марта 2022 года центральное правительство объявило на гранде имени Пагма Шри на 2022 год за его преподавание йоги и его помощь больным проказой в возрасте 125 лет. По Википедии и сегодня, когда я говорю с вами, этот человек продолжает так же жить и так же работать. Я знаю, что когда я рассказываю это и показываю это, мне говорят, что ты хочешь, это миф. Там не записано. Этого быть не могло, потому что этого не могло быть. Может, я бы это сказала, но этот миф присоединяется ко всем остальным мифам по поводу львов. И очень интересно иллюстрируется Рэм Брэдбери, опять же, виной за дуванчиков. Там рассказывается история, одна из историй, как 70-летняя миссис Бентли не в силах доказать детям, что и ей когда-то было 10 лет. Доказать, что когда-то была молодая, невозможно. Фотографии? Нет, они лгут. Ведь ты уже не та на фотографиях. Ты показываешь нам колечко или ты даешь нам свою гребенку. Да это ты все украла. Ты же выдумщица. Мы тебе не поверим. Так вот, это проблема. Умеем ли мы верить? Или мы всегда скажем, что мы будем хотеть верить только в тому, что мы готовы поверить? Вопрос свободы выбора стал центральной темой работ Карла Поппера с двумя Вальбери. И он это писал, что воздух нам не диктует. Никакой разумный довод не может оказаться разумное влияние на человека, который не желает разумно относиться к этому доводу. Факты Земля тоже не определяют. Факты можно игнорировать или подгонять под любую схему. Над фактами, над мышлениями стоят по Попперу наши желания. Факты, будь то факты природы или истории, не могут решить за нас, какую цель мы решили выбрать. Если мы хотим, чтобы наши решения приводили к поставленной цели, они не должны противоречить законам природы. Ибо если наши желания будут противоречить законам природы, то просто окажутся невыполненными. Вот это самое главное, что следует из книг Поппера, из книг Изабельхики, хотя они в разных областях это говорили, о том, что мы должны понять когда-нибудь законы этого мира целиком и огня, и воздуха, и земли, и что у нас осталось воды. Поппер дошел в своей, в общем-то, фактически почти к пренатальной психологии, но тоже к диктату своего рода. Мы должны стремиться к тому, чтобы рождались только желанные дети, поскольку жестоко давать жизнь нежеланному ребенку, который может стать жертвой физического или морального насилия. Хекке так не говорила, она просто писала, что гармоничный человек может родиться только из гармоничного союза между мужчиной и женщиной. Дисгармоничный союз не приведет к рождению гармоничного человека, и это задача будущих поколений. Знаете, я о Юнге написала статью о том, что его собственных проблемах, тяжелейших проблемах, которые у него были, в общем, в статьях на английском и на русском корни латентного насилия. Это тоже еще одна добавка важная о Юнге и Мачадо. Так вот, по-английски эту статью можно найти на нескольких сайтах была выставлена. Половина практически этой статьи переведена на русских и напечатана вестницкой Дома ученых номер 53 за этот год. К концу опять вернемся к перекличке между Петраркой и Брэдбери. О том, как меняются времена, послание нам с вами писал Петрарка. Не плачу я о том, что меняются времена, не доискиваюсь причин, а хочу лишь, чтобы перемены сами поверили те незнающие и неверующие, кто средь зол родившись и иного не видев на том стоят, что и не бывает иначе. Бывает иначе. Бывают редкие времена, когда люди живут иначе. И Брэдбери ввел это фактически как бы в указание нам. В конце концов, не в этом ли заключается наша жизнь? Способность ставить себя на место других людей и смотреть их глазами на пресловутые чудеса и говорить «А, так вот, теперь вы видите, теперь вы, может быть, и поймете это». Цель всей этой лекции наших встреч научиться видеть по-разному, не видеть гротеск в том, что бывают люди, которые могут совершенно иначе воспринимать роль. Так вот, заканчивая эту встречу словами создателя современного мифа для всего поколения наших детей Джейки Роллинг, написавший Гарри Путера. Она писала «Вам не нужна никакая магия для того, чтобы изменить этот мир. Все, что вам нужно, чтобы сделать мир лучше, уже находится внутри вас. Это то, что заставляет стремиться к лучшему». Казалось бы, все этим сказано, но ведь в следующий раз мы будем заниматься девой. А в деве оказывается, что нужно уметь анализировать, а не только хотеть. И тогда Гёте отвечает «Большая часть бед во всем мире происходит от того, что люди недостаточно точно понимают свои цели. А вот уточнением этих целей мы как раз и займемся с вами в следующий раз. А пока я завершаю сегодняшнюю нашу беседу, возвращаюсь в соответственно в зал для... Огромное спасибо. Блистательная лекция. Очень хорошо, прекрасно. Я очень рад, что все реагируют. Но давайте мы не будем отступать от принятого у нас порядка обсуждения. Хотя, естественно, разделяю точку зрения тех, кто только что высказался. И поэтому действию первое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...